Термометр показывает минус 22, но это вовсе не пугает студентов медицинского университета, у которых сегодня самый главный праздник. Два столетия назад, после подписания в 1755 году императрицы Елизаветы Петровной, указа об учреждении Московского университета, День почитания православной святой Татьяны Римской стал праздноваться сначала как день рождения университета. С 2005 года 25 января официально считают Днем российского студенчества. В Рязанском медуниверситете за эти годы сложилась своя, особенная традиция празднования. Мы каждый год стараемся придумывать что-то новое. Самое главное, остается традиционная идея, остается задор студенческий, остается действительно желание отметить, чествовать этот праздник, День святой Татьяны, День покровения всех студентов. В этом году мы начали с лыжней Рязгаму, это первая лыжня, надеюсь, что она станет традиционной. Ну а сейчас на нашей территории вот уже традиционный праздник, но в новом формате мы пригласили коллег из главного управления МЧС. И, наверное, праздник получится и полезным еще, и увлекательным, и красивым. Потому что ребятам интересно посмотреть и технику, посмотреть и иметь возможность надеть костюм спасательный. Я думаю, что это будут новые эмоции, новые идеи, и такой мороз никого не испугает. В таком формате совместно с МЧС России по Рязанской области праздник проводится впервые. Но наверняка это станет началом долгосрочного сотрудничества ведомства и вуза. Впервые совместно с ректором этого университета, который нас поддержал, мы проводим профилактические мероприятия, в первую очередь по вопросам пожарной безопасности, но и в целом профилактику жизнеобеспечения нашего населения, в первую очередь учим этому студенчеству. На базе данного университета создан молодежный корпус спасателей, создана добровольная пожарная охрана. Поэтому мы всегда на них опираемся и в других условиях, когда нам нужна помощь, в первую очередь по профилактическим населения, недопущению пожаров и чрезвычайных ситуаций, ну а также по седневной деятельности. В целом этот один из лучших у нас университетов, лидирующий по нашим вопросам. Поэтому мы решили оказать им взаимодействие, помощь, и надеюсь, что в следующем году мы еще и улучшим эту работу и увеличим объем студентов, который будет охвачен в этом празднике. Подвижные конкурсы, танцы, переодевание в спасательные костюмы и, конечно, традиционные угощения. Мерзнуть в этот день студентам не пришлось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...